Это исследование состоит из цикла выпуска в таком понятии как Южная Осетия. На основании документов, летописей и книг осетинских ученых вы узнаете, когда появилось нынешнее название для данной местности, являются ли осетины давними жителями Южного Кавказа, а также каковы были геополитические цели в создании осетинской автономии. Вы уже ознакомились с двумя выпусками, где мы изучили изменения в этническом составе на землях так называемой Южной Осетии. Вы узнали, когда и каким путем осетины заменили местное автохтонное население и составили большинство в этой области. Также после двух выпусков на эту тему вам должен быть понятен путь к созданию автономии после оккупации большевиками Южного Кавказа в начале 20-х годов XX века. Если же вы случайно попали на это видео, то советую начать исследование данной темы с выпусков «От двалов до туалов» и «Путь к автономии». Ссылки на эти видео вы найдете в описании. Сегодня мы обсудим создание и жизнь Юго-Осетинской автономной области в годы советской эпохи, а также попытку отсоединения, ставшую поводом для боевых столкновений. В следующем выпуске вы узнаете, как выглядела ситуация от 90-х годов до войны августа 2008 года, чем эта война закончилась и какое будущее ждет этот кусок опустевшей земли. Не забывайте о лайках, комментах и подписке на канал. Все это помогает вывести видео в топ. А мы начинаем. Как вы помните, в конце выпуска «Южная Осетия. Путь к автономии» я упомянул, что в начале 20 века была идея объединения двух осетинских автономий воедино, но это сделано не было и сейчас вы узнаете почему. Частенько вы пишете, что любите мои видео за кучу документов, что я нахожу для вас. Ликуйте, сегодня их будет очень много. Итак, в начале 20-х годов большевики захватывают Южный Кавказ. По ходу оккупации Грузии им активно помогают осетинские коммунисты, за что после аннексии для них создается Юго-Осетинская автономная область. Спустя два года после появления Советского Союза грузины поднимают антисоветское восстание с целью восстановления независимости. Сейчас у нас есть возможность увидеть данный эпизод взглядом коммунистических деятелей. Особенно важны сделанные ими выводы. Резолюция Пленума ЦК РКП-Б о восстании в Грузии 27 октября 1924 года. Лозунги независимости и восстановления бывшего правительства и вывода оккупационной армии Советского Союза особенно разделялись многочисленной грузинской интеллигенцией, вышедшей главным образом из дворянско-княжеского сословия и обслуживающей все культурные потребности грузинского народа. Комиссия дальше констатирует, что выступление одновременно резко выявило картину полной спайки, с одной стороны, между Советской Грузией и государственными образованиями национальных меньшинств – Аджиристан, Абхазия, Юга Осетия, а с другой – между республиками Закавказья. Автономные республики Грузии не только не допустили у себя выступления контрреволюции, но своими отрядами немедленно пришли на помощь соседним районам Грузии, пораженным восстанием. Этим лучше всего доказана правильность национальной политики нашей партии и ее соответствие жизненным интересам всех народов Грузии и Закавказья. То есть, что мы видим? Уже спустя два года советский подход к национальной политике дает свои плоды, о чем было сказано на пленуме ЦК. Задача всех этих искусственно созданных автономий типа Абхазии или Южной Осетии была одна. В случае попытки Грузии восстановить независимость, в ее составе должны находиться субъекты с лояльными Москве-элитами. С их помощью будет оказываться давление на Тбилиси до того момента, пока не восстановится статус-кво. Также я надеюсь, вы все заметили, что словосочетание «советская оккупация» появилось задолго до 90-х и является объективной оценкой населения на установление коммунистического диктата. Мало кто знает, что в Москве могли пойти еще дальше. Тогда власть большевиков не была так устойчива, как мы ее знаем, и они побаивались нового восстания на Кавказе, в связи с чем были мысли о создании дополнительных автономий. Письмо секретаря Закавказского крайкома РКПБ Орджини Кидзе Иосифу Сталину об автономии Менгрелии и Объединении Осетии 9 сентября 1925 года. Самый модный вопрос в данный момент в Грузии – это автономия Менгрелии. Застрельщиками являются несколько никому неизвестных менгрельцев, плюс несколько человек-коммунистов, плюс часть меньшевиков, с оружием в руках боровшихся против нас в дни августовского восстания. Вся менгрельская интеллигенция, а о грузинской нечего и говорить, решительно против. Что касается крестьянства, оно пока в это не втянуто. Грузинской интеллигенцией это рассматривается как интрига Москвы, стремящейся к расчленению Грузии. Упорно муссируют слухи, что ты за автономию Менгрелии. Это результат твоих разговоров с Бахтадзе и Картвилишвили. Они рассказали в Зугдиды, что будто бы ты за. Возможно, вы сейчас удивились, как это Аджаникидзе мог не знать о позиции генсека, но тут нужно понимать ситуацию. Только что вы могли наблюдать излюбленную уловку Сталина в начале своего политического пути. Заключалось это в следующем. Он выдвигал какую-то идею, наблюдал, как кто к ней относится и в случае отсутствия всеобщего ликования делал вид, что пошутил. Да-да, в большой политике нет места для подобных шуток, но это помогало Сталину избегать ответственности и негодования большинства. В Москве существовала идея о создании еще нескольких автономий, чтобы окончательно ослабить Тбилиси, но, как вы видите из письма Аджаникидзе, помимо гнева у местных жителей, данная задумка ничего не вызвала. Уже в 20-х годах люди относились к советской власти как к оккупационным силам. Именно поэтому Сталин в ответном письме сказал, что это не больше, чем шутки. «Жалею, что шутки о Менгрелии приняты всерьез легковерными товарищами. Можешь заявить от меня, что я не высказывался и не намерен высказаться в пользу автономии Менгрелии. Можешь заявить об этом в той форме, в какой найдешь целесообразным». Сталин В том же письме Аджаникидзе сообщал Сталину, что к нему явился Симон Такоев, он тогда возглавлял областной комитет во Владикавказе. От него он узнал, что существует концепция, согласно ей, две осетинские автономии хотят объединить путем отсоединения Южной Осетии от Грузии, что вызвало негодование у Аджаникидзе. «Теперь об Осетии. Сегодня приехал ко мне Такоев и показал решение Крайком Осевкавказа, в котором говорится, что старое решение их отменяется и что они согласны на объединение Осетии. Но при условии вхождения объединенной Осетии в РСФСР, более никчемного и неосуществимого решения трудно придумать. А здесь дается пище для всякой болтовни о том, что Россия хочет отнять у Грузии Цхинвал». Удивительно, как из этих писем становится видна закулисная война между местными элитами и Москвой. Аджаникидзе, хоть и был коммунистом, но то ли из-за личной выгоды, то ли из-за любви к своей земле, пытался не допустить дележку Грузии. Естественно, Осетин Такоев не мог заявиться к нему с подобной идеей, не получив соответствующий указ от Сталина. А тот номинально хотел оставаться в качестве независимого судьи и выдавать эти недопонимания за локальный конфликт на местах. В том случае, даже когда на него указывали свидетели, он заявлял, что это всего лишь шутка и его не так поняли. Сложно сказать, понимали тогда всю эту теневую политику в Тбилиси или нет, но однозначно, что они не видели те документы, что имеются у нас сейчас. Оказывается, обсуждение изменения статуса юго-осетинской автономии велось уже давно. Шифротелеграмма Иосифа Сталина, секретарю Северо-Кавказского крайкома РКПБ Анастасу Микояну об объединении Южной и Северной Осетии. 23 мая 1925 года. Был у меня Такоев и другие осетины. Внимательное ознакомление с делом убедило меня в том, что можно было бы согласиться на объединение Северной и Южной Осетии в автономную республику в составе Грузии. Есть основания думать, что ингуши будут возражать, так как план объединения двух частей Осетии может облегчить дело перехода Владикавказа в руки Осетии. Поэтому надо обмозговать этот вопрос со всех сторон. Думаю, что Лискен следовало бы передать осетинам целиком, против чего Кабарда не возражает. А с возражением Южной части Лискена можно не считаться. Осетинский план присоединения к Осетии и Моздокского района фантастичен и совершенно неприемлемым. О чем я и сказал осетинам. Вы только послушайте. То есть осетины еще в мае 1925 года пытались добиться позволения Сталина на объединение двух автономий и, кто бы мог подумать, в составе Грузии. Меня опять терзают смутные сомнения. Сейчас вам вешают лапшу о всяких геноцидах осетинского населения в 1920-м, о том, как же обижали осетин, но, как видите, в 1925 году осетины были бы счастливы, если вся Осетия вошла бы в состав ненавистной ныне Грузии. Напоминаю, это всего лишь спустя пять лет после якобы геноцида. Также стоит заметить, что еще тогда осетины хотели заполучить Моздок, но, видимо, аппетиты были слишком высокие и Сталин назвал эту идею фантастической. Что же касается объединения, то тут его кое-что беспокоило и сейчас вы узнаете, что именно. Шифротелеграмма секретаря Северо-Кавказского крайкома РКПБ Анастаса Микояна в ЦК РКПБ товарищу Сталину об объединении Южной и Северной Осетии 8 июня 1925 года. Несмотря на географические неудобства, хозяйственное обобщение Южной и Северной Осетии и их объединение с точки зрения разрешения национального вопроса для Осетии, наверное, будет целесообразным. Однако включение Объединенной Осетии в состав Грузии и переход в Закавказье ставит под угрозой установившиеся межнациональные взаимоотношения среди национальностей Северного Кавказа. Это может явиться прецедентом к превращению в Республику Чечни, Кабарды и прочих, что может нарушить трудно установившееся равновесие между ними. Мы не говорим о тех затруднениях и бесконечных конфликтах, которые неизбежно будут иметь место между Осетией и ее северокавказскими соседями, разрешение которых, естественно, станет труднее. Спешку вопроса о выделении Осетии считаем нецелесообразной. Микоян склонял Сталина к тому, что включение Осетии в состав Грузии может иметь печальные последствия с иными автономиями, а также напоминал о конфликтах между осетинами и их соседями. Но в Осетинском обкоме уже вовсю готовились стать частью Грузии, попутно надеясь захватить с собой и сам Владикавказ в качестве столицы, хотя на тот момент он даже не входил в состав Осетинской автономной области. 10 июня 1925 года на заседании Президиума ЦИКа Северо-Осетинской автономной области Барукаев и Такоев отчитались о своей поездке в Ростов и Москву, где они наряду с другими проблемами решали и вопрос об объединении Осетии. По сути дела он был решен в пользу объединения. Формы же объединения должны были рассмотреть на заседании Северо-Кавказского ЦИКа и Бюро Крайкома ВКП-Б в Ростове. Они состоялись в один и тот же день, 12 июля 1925 года. Само объединение, по мнению Барукаева, должно произойти в составе Грузинской социалистической Советской Республики по настоянию представителей Южной Осетинской автономной области, которые были связаны наказом Съезда Советов области о том, чтобы на объединение с Северной Осетией идти при непременном условии вхождения всей Осетии в состав Грузинской Советской Социалистической Республики. Заседанием Большого Президиума Северо-Кавказского ЦИКа 12 июля 1925 года по докладу Такоева об объединении Северо-Осетинской и Южно-Осетинской автономных областей было постановлено. Не возражать против объединения Северо-Осетинской и Южно-Осетинской автономных областей со вхождением нового административного образования в состав Республики Грузия. Не возражать против нахождения административного центра объединенной Осетии в городе Владикавказе. Но, видимо, ситуация изменилась, и Сталин отказался от этой идеи вовсе, о чем сообщил в письме к ЦК летом того же года. Письмо Иосифа Сталина в Политбюро ЦК об объединении Северной и Южной Осетии. Июль-август 1925 год. Я высказался недавно за объединение Южной и Северной Осетии в одну область, с тем, что объединенную область превратить потом в Осетинскую республику. Возможно, что это обстоятельство послужило одной из причин предварительного решения Президиума Северо-Кавказского исполкома в пользу объединения двух осетинских областей с вхождением их в Грузинскую республику в виде объединенной республиканской единицы. Но теперь, живя на Северном Кавказе и присматриваясь ближе к действительности, я вижу, что политика эта, будучи доведена до крайности, обязательно должна породить ряд серьезных минусов, способных затруднить наше политическое положение. Во-первых, вслед за осетинами вопрос о превращении в республику и выходе из РСФСР с вхождением в Закавказскую республику ставят чеченцы. Во-вторых, Дагестан подготавливает вопрос о выходе из РСФСР и вхождении в Закавказскую республику. Несомненно, что за ними потянутся ингуши и другие. Отсюда мои предложения. Не санкционировать предварительного решения Президиума Северокавказского исполкома о выходе Северной Осетии с состава РСФСР и объединение ее с Южной Осетии в составе Грузии. Держать курс на укрепление РСФСР и сплочение вокруг нее ее национальных областей и республик. Ну что ж, давайте подведем небольшой итог. Осетины, будучи самой лояльной нацией к Москве на Кавказе, Действительно, республика всегда была форпостом России в этом регионе. Хотели взамен заполучить Моздок, Владикавказ и объединиться с недавно созданной Юго-Осетинской автономной областью. Такоев ездит к Сталину и показывает ему свои планы по созданию Великой Осетии, на что генсек частично дает зеленый свет. Если включение Моздока ему тогда показалось фантастическим, то объединение двух осетинских автономий выглядело куда более возможным. Но Осетия сама по себе не выживет, ее нужно было на кого-то повесить. Изначально осетины хотели быть в составе Грузии, но это бы стало поводом для недовольства у ее соседей, а также пошатнуло бы баланс сил на Северном Кавказе, как упоминал Микоян. Тогда появилась мысль, чтобы Юго-Осетинскую область отдать в состав России, но как вы помните из доклада на пленуме ЦК, ее создание имело смысл исключительно в составе Грузии с целью влиять на политику неспокойных кавказцев. Сама по себе Южная Осетия не имеет ни малейшего смысла, это несколько поселков, два водоема и замечательный пейзаж на возвышенности Кавказа. Осознав, что осетины нужны для московской политики как на севере, так и на юге, Сталин отклонил какие-либо изменения и оставил статус-кво. Но осетинских политиков уже было не остановить. Их аппетит увеличивался с каждым годом и мысль о Великой Осетии стала навязчивая идея Фикс. Записка начальника информационного отдела Объединенного Государственного политического управления в ЦК ВКПБ о политико-экономическом состоянии национальных областей Северного Кавказа не ранее 13 апреля 1928 года. Создание Великой Единой Осетии – основа программы буржуазно-национально-демократической партии Коста, созданной после Февральской революции и возглавляющей Белое движение в Осетии. Идеологом движения по объединению является Осетинский институт краеведения, ставший убежищем для всех бывших белых безработных попов и всей старой реакционной нацинтеллигенции. Из всех 60 человек, объединяемых институтом, почти нет ни одного, который в свое время не входил в состав партии Коста или Осетинского нацкруга. Деятельность института краеведения насквозь пропитана националистической идеологией и, по сути дела, является отчагом националистического движения в Осетии. Издаваемые периодические труды института, журнал «Известия Осетинского института краеведения» всецело проникнут националистической идеологией. Лингвистическое отделение института обогащает осетинский язык древнеосетинскими словами, непонятными массе. В этом случае используется местная газета Растинет. Особенного внимания заслуживают устраиваемые открытые заседания института, привлекающие обычно от 100 до 200 человек осетинской интеллигенции. На этих заседаниях научные и исторические доклады сплошь и рядом принимают форму откровенной проповеди национально-демократических идей. В систему самого преподавания внесен националистический элемент изучения на первом месте осетинской истории и обучения детей песенкам поэта Коста. Практически идея объединения выдвигалась на каждом съезде советов и партийных конференциях после раздела Горской Республики и ставилась не раз на разрешение высших партийных и правительственных органов. Однако она всякий раз откладывалась по мотивам преждевременности поднятия этого вопроса. Несмотря на это, со стороны осетинского руководства и всей национальной интеллигенции делалось и делается все возможное к подготовке реализации данного проекта. Так, с юга Осетии наложена культурно-хозяйственная связь, снабжение учительством, литературой, работниками советского аппарата, переселение юга осетин на северные и казачьи земли и так далее. Ведется упорное наступление на Владикавказ, массовое вселение осетин в город. В Моздокской Осетии было вызвано массовое движение с требованием либо автономии, либо соединения с Северной Осетией. Нужно сказать, что настойчивость осетинских коммунистов имела свой эффект. В последующие 20 лет Осетии отдадут земли от каждого ее соседа. Часто осетинам доставались земли, где они даже не жили. И чтобы хоть как-то обосновать подобную экспансию, советские ученые создали идеологию о том, что жившие тысячу лет назад аланы – это и есть осетины. А коль они кочевали по большей части степей на Северном Кавказе, то подобные земельные изменения подавались не как захват имущества у соседей, а как восстановление истинного положения дел, ведь тут когда-то кочевали аланы. С так называемой Южной Осетией у ученых возникли сложности. Так как на юге Кавказских склонов никаких аланов никогда не было, но если кто-то захочет занять чужую землю, всегда можно найти способ это объяснить. В ходе исследований были найдены элементы одежды, посуда, металлические копья. Все это было отнесено к скифской идентичности. Убежден, вы сейчас остановите меня. Минутку. А какое отношение скифы имеют к осетинам? Ну что же вы так удивляетесь? Для советских ученых скифы тоже стали осетинами. Если когда-нибудь в Москве понадобится захватить Китай, то можете не сомневаться – династия Хань внезапно также окажется осетинской. И, как обычно, для этого даже доказательства не нужны, ведь слишком давно дело было, как уж докажешь. Достаточно постоянно об этом толдычить. Прототипом короля Артура послужил аланский царь Гуар, который правил в Северном Аланском королевстве в 4 веке. Это район со столицей в Орлеане. Он там правил. На первый взгляд это может показаться абсолютно невероятным. Король Артур был Аланом. Первый английский король пришел из скифских земель, ведь нынешняя Алания или Осетия в начале первого тысячелетия принадлежала скифам. Италия, до нее Греция, а до нее скифы. А скифы – это осетина, так что Крым – это осетия. Потрясающая удивительная природа среди народа, который полон ветхими древними преданиями нартовскими, которые живут так, как будто две тысячи лет их миновало просто. Вообще удивительный мир, как будто мы попали к древним Аланам, Роксоланам, к населению древних степей, дикое поле, которые остались в горах только после их потомки. Всеволод Миллер, покойный, выдающийся русский ученый, он доказал, что осетины являются потомками скифосарматских племен, которые населяли весь юг России. Вот побережье, северное побережье Черного моря, вот эти равнины. И осетины – последний остаток вот этих многочисленных больших скифосарматских племен. В общем, хоть юго-осетинская автономия и осталась в составе Грузии, мысли о Великой Осетии не покидали большевистских деятелей ни в Цхинвале, ни во Владикавказе. Само собой, московская политика на местах успешно выдавалась за отчаяния и надежды малого и никем не защищенного осетинского меньшинства. Вот одна из подобных ситуаций. Как вы помните из выпуска «От двалов до туалов» у осетин не было своей письменности и с установлением советской власти этот момент попытались изменить. Были мысли о создании осетинского письма на основе латиницы, но по итогу сделали так. В осетинской автономии России ввели за основу русский алфавит, а в юго-осетинской автономии стали использовать грузинский. Кажется, все логично. Письменность ввели, соответственно, политического подчинения областей, а также для удобства ведения документов, но как бы не так. Осетинские чиновники снова возмущаются и пишут жалобы в Москву о том, как же их ущемлять, это находит свой отклик. Издается указ, постановлявший, что с 1954 года обучение и документация Южной Осетии ведется только на основе русского алфавита. Такие же изменения касались Абхазии. Здесь важно понимать сложившуюся ситуацию. Все грузинские области использовали грузинскую письменность и только в двух местах появляется кириллица, что абсолютно не вписывалось в общую систему ведения документации и еще больше отдаляло жителей автономии от Тбилиси. Но сейчас Соловьев с Киселевым вам вешают лапшу на уши о том, что оказывается давление велось на меньшинство. Вы уже соскучились по документам? Обзор политического состояния СССР, доклад Сталину за март 1926 год, указывалось на слабую постановку реализации грузинского языка. Последнее особенно имело место в прениях по докладу наркома просвещения Абхазии, который упрекался в русификаторской политике и в нежелании вводить грузинский язык в Абхазии. На съезде отмечались выступления с требованием свободы печати и указанием, что благодаря политике государственного издательства грузинский язык вытесняется русским. По докладу наркома просвещения Абхазии, говорилось, что учебная программа содержит в себе старорежимный дух, что хотят заставить обрусеть абхазский народ. В школах Абхазии совершенно не преподается грузинский язык, что недопустимо, так как Абхазия составляет часть Грузии. Кроме того, отмечалось, что государственное издательство Грузии не стоит на должной высоте, так как его руководителем является не грузин, а человек другой нации. На Всегрузинском съезде писателей в процессе прений гражданин Гамсахурдия писатель говорил, что грузинская литература лишена всякого размаха. Грузинский язык осквернен как в учреждениях, так и на улице, грузинский язык извращен. Грузинская книга вытеснена русской книгой и первая в Грузии не находит себе рынка. По отношению государственного издательства он говорил, «Госэздад не имеет беспристрастного отношения к литературному творчеству, в то время, когда грузинская литература гибнет на базарах Тифлиса в качестве оберточной бумаги. Госэздад наводняет Грузию иностранной литературой, под иностранной подразумевает русскую литературу». То есть, как вы видите, в созданных советскими властями искусственных автономиях под видом защиты меньшинств шла активная русификация как самих меньшинств, так и титульной нации. Грузинская интеллигенция пыталась изменить положение дел, видя, как на грузинских землях пытаются уничтожить даже саму идентичность местного населения. Но самые активные закончили свою жизнь в ГУЛАГе или были убиты по указу наспех созванных комиссий. Потом началась война и всем как-то было не до этого, а в 50-х люди беспокоились восстановлением экономики. За эти годы в Тбилиси уже стали свыкаться с мыслью, что существуют два особенных субъекта, все больше напоминавших Ивановскую область, а не части Грузии. Там использовалась русская письменность, русский язык был официальным и они находились под особой опекой ЦК КПСС. Так было пока в 1977 году Советский Союз не издал новую конституцию, вследствие чего к следующему году стали обновлять конституции на местах. Одним из изменений должен был стать пункт об установке русского как единого официального языка в Грузии. И тут в грузинском обществе что-то сломалось. Обычно считается, что восстановление независимости случилось в 90-х, но на самом деле этим пиком, после чего стала понятна невозможность дальнейшего существования в одной политической системе, стал именно 1978 год. С момента оккупации в 20-х случилось немало плохого для этого небольшого государства. Сначала на его землях создают ничем не обоснованные автономии, потом в этих автономиях начинает выдавливаться все, что связано с грузинской идентичностью, а для местных нацменьшинств создается не только письменность, но и великое наследие, существующее только в советских книжках. Это делалось для возвышения национализма, иногда даже и нацизма. Таких людей легче убедить, кого нужно ненавидеть. Ведь они потомки великих Алан, скифов, инопланетян и завоевателей галактик. Но на самом деле жители Абхазии и Южной Осетии все больше становились Иванами, Василиями и Наташами, обычными советскими людьми, подчас даже не знающими свой национальный язык. Когда успешные плоды ассимиляции в автономиях стали заметны, такую же схему попытались насадить и на всю республику. Но это вызвало неожиданный отклик. Даже на этапе подготовки этого изменения в Конституции уже во всех областях было слышно негодование. Грузины считали, что у них хотят сначала отнять язык, а потом идентичность. На улице вышло от нескольких десятков до сотни тысяч человек. Ситуация накалилась и властям нужно было либо отменить изменения в законе, либо начать боевые действия. Понимая, что насильно навязать этот план не получится, Москва отказалась от изменения в Конституцию и оставила грузинский единственным официальным языком. Но если вы думаете, что коммунистические идеологи отступили, то вы очень их недооцениваете. Как это чаще всего и бывает, когда не получается навязать свою волю силой, нужно пойти обходными путями и выдать свои действия за желание ущемленного общества, а самому занять позицию спасителей помощников. Уже на следующий год после митингов в одной из автономии, а именно в Абхазии, становятся слышны позывы в стиле «Гляньте, какие мы бедные несчастные, Москва помоги». Подобные стоны появляются и в Юго-Осетинской области. Хозяин дал команду ФАС, и местные элиты показали голос. Тогда никто даже и подумать не мог, что весь этот дешевый спектакль ознаменует собой запуск масштабного плана по наказанию Тбилиси за свободолюбие. И даже сейчас, когда всякие специалисты по конфликтам на Кавказе дают свою оценку событиям в Абхазии, Южной Осетии, то все как один начинают свой анализ с конца 80-х, будто бы тогда все внезапно началось. Но документы, как всегда, обличают подобную ложь. 1921 год. Большевики уже два месяца, как закончили оккупацию Южного Кавказа и создают планы по дележке захваченного. Доклад номер 14 военного атташе при полномочном представительстве РСФСР в Грузии. Павел Павлович Сытин. Таким образом, одной из предупредительных мер, имеющих общеполитический характер, должно быть оставление достаточно сильных отрядов Красной Армии РСФСР в пределах Грузии и особенно на южном побережье Черного моря. Второй мерой ослабляющий грузинский шовинизм и территориально и материально я считал бы отделение Абхазии. Надо немедленно продвинуть границу РСФСР до правого берега реки Бзыби, то есть до непосредственного соседства с Абхазией. Если абхазскому народу будет поставлен, например, путем плебисцита, вопрос о желательной форме государственного бытия, то нет никакого сомнения, абхазский народ вынесет решение о полном присоединении к РСФСР. А такой акт, кроме огромного его стратегического и политического значения для РСФСР, передаст в руки ВСНХ, значительнейшие народные богатства этой страны. Отделение Абхазии не может неблагоприятно отразиться на продовольствии Грузии, как иногда приходится слышать, потому что Абхазия обильная природными богатствами едва питает себя. Таким образом, отделение Абхазии от Грузии диктуется всеми соображениями, и замедление осуществления этого может быть чревато самыми нежелательными последствиями. Вслед за Абхазией надо обратить внимание на Менгрелию, страну, также отличающуюся от Грузии по языку и по национальности, и всегда тяготевшуюся грузинским владычеством. Менгрелия непосредственно граничит по реке Ингури с Абхазией и простирается к югу до реки Риона. Территория чрезвычайно большая в стратегическом отношении, она также может быть подчинена непосредственному влиянию РСФСР, если и менгрельцам, как абхазцам будет дана автономия. Вот этот путь расчленения Грузинской республики на ряд автономных единиц, тем более подчиненных влиянию РСФСР, чем эти единицы меньше, заслуживает большого внимания. Нет сомнения, что автономное устройство этих автономных республик не только благоприятно отразится на их отношениях к РСФСР, но также на внутреннем их благосостоянии. Самостоятельность под могучим покровительством России поднимет жизнеспособность этих наций. Повторяю, что для проведения этой идеи в жизнь есть готовая организация. 22 апреля 1921 года Генштабу Павел Сытин. Как видите, еще до взятия Тбилиси у большевиков был готов план по созданию искусственных автономий, где все грузинское должно было быть заменено на все русское. Объяснялось это якобы защитой нас меньшинств, коих необходимо от кого-то спасать. И действительно, после оккупации создается абхазская автономия, где сами абхазы составляли от силы 20-25% населения и не являлись титульной нацией. Также выдумывается Юго-Осетинская область со столицей Цхинвали, где Осетин было менее 1%, а сами они там появились 100-150 лет до этого. Но логика заключалась в следующем. Чем слабее влияние Тбилиси на своих землях, тем меньше шанс, что они захотят и смогут восстановить независимость. Все мы с вами обучались на советских учебниках, где нам показывали только то, что выгодно и так, как это было удобно для объяснения тех или иных действий советской власти. Даже сейчас многие удивляются и не понимают, почему это коммунизм считается чем-то похожим на нацизм. Но я нашел для вас два доклада, а вы их уже сами сопоставьте. Причина победы германской армии состоит не только в героизме и самопожертвовании солдат, усовершенствовании боевой техники и высокой квалификации командного состава, но и главное в нежизнеспособности польского государства. На костях и крови немцев и русских, без всякого учета исторических, этнографических и экономических условий, было создано государство, не имевшее никакого права на существование. Речь Адольфа Гитлера в Рейхстаге после оккупации Польши 6 октября 1939 года. Переходя к вопросу о социальном и государственном устройстве бывшего грузинского государства, мы должны прежде всего указать, что понятие о Грузии, как об едином государственном организме условно. Грузия всем обязана России. В момент вступления советских войск, государственный строй Грузии переживал экономическую катастрофу, дошел до агонии, разлагался. И мы склонны полагать, что если бы советская власть отсрочила наступление на Грузию, мы были бы свидетелями распадания государственного организма Грузии. Доклад генштабу номер 25. Военного аташе Павла Сытина. После оккупации Грузии 30 апреля 1921 года. Именно поэтому, когда после митингов 1978 года в Тбилиси стало актуально желание восстановления независимости, тут же, по указу из Москвы, в автономиях появляются националистические движения, недовольные всем, чем только можно. План по дестабилизации обстановки на Южном Кавказе начал действовать. Сейчас вы знаете, кем, как и почему были созданы эти искусственные конфликты. А вот что случилось дальше, о боевых действиях 90-х и войне 2008 года, будет сказано в следующем выпуске. Также хотелось бы показать вам, кто из подписчиков смог наиболее точно объяснить повод для отказа вывода Юго-Осетинской области из состава Грузии. Пишите внизу ваши впечатления от этого выпуска. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться этим видео в соцсетях. А на сегодня у меня все. Увидимся в следующей части. Мир вашему дому! Субтитры сделал DimaTorzok